Проверить свое здоровье, в том числе пройти диагностику онкозаболеваний и туберкулеза, можно прямо на рабочем месте. Так, специалисты Краевого центра общественного здоровья и медпрофилактики выезжают и проводят обследования прямо на предприятиях. Это стало возможным благодаря федеральному проекту укрепления общественного здоровья, нацпроекта «Демография». Сегодня об этом поговорим с Татьяной Репкиной, главным врачом Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Татьяна Викторовна, здравствуйте. На сегодняшний день вы уже проводите работу в организациях. Расскажите подробнее, какие именно обследования проводятся. Вы совершенно верно заметили о том, что такой формат работы стал возможен с реализацией национального проекта. И на сегодняшний день мы представляем такую возможность, как онкологического скрининга для мужчин и для женщин. В перечень обследований входит, конечно, флюорография, исследование сахара, крови, холестерина, электрокардиограмма, измерение внутриглазного давления и еще ряд обследований, спирография. И по результатам обследования завершается консультация врача-терапевта. Каждому пациенту предоставляется паспорт здоровья индивидуальный, а работодателю предоставляется общий паспорт предприятия. Он обезличенный, но отражает состояние здоровья сотрудников, в том числе и в гендерном разрезе. И это возможность для принятия управленческих решений, для сохранения здоровья сотрудников. Вот такие показатели, как уровень сахара в крови, а также биоимпедансный анализ тела. О каких заболеваниях может своевременно предупредить? Ну, конечно, высокий сахар крови, да, уровень глюкозы крови выше нормы. Это свидетельствует первой или предиабете. Это, скажем так, первая ласточка сахарного диабета. Или это уже говорит, конечно, о развитии сахарного диабета. К сожалению, сахарный диабет-тренд мы видим на сегодняшний день. Данная патология увеличивается и молодеет. Поэтому, к сожалению, протекает часто бессимптомно. Пациент не предъявляет жалоб. И вот является вот такой диагностической находкой. Своевременно пациенту, порекомендовав диету, в некоторых случаях назначив медикаментозные препараты, это возможность предотвратить развитие заболевания или его эффективно контролировать. А такой показатель, как биоимпедансный анализ тела, вот он что даёт? Действительно, это только в центрах здоровья есть такая методика. Эта методика позволяет оценить количественный состав тела. То есть сколько мышц, сколько воды, сколько жировой ткани, сколько костной ткани. И чем больше мышечной ткани и меньше жировой, тем ниже кардиоваскулярный риск. Как сотруднику той или иной организации к вам обратиться? Вот я, например, сотрудник телеканала, и не всегда есть возможность в силу рабочих моментов не только заняться профилактикой заболеваний, но и просто прийти на приём к врачу. Вот куда обращаться? К кому? Если говорить о индивидуальном формате работы, то можно к нам записаться по телефону 3-6-750. Это индивидуальный формат. К нам можно прийти всей семьёй. Мы принимаем в том числе и деток. Это всё за один день делается? Конечно, это всё за один делается день. И мы работаем, включая субботу. Поэтому можно выбрать удобный день, удобное время для себя и для своих близких. А если я и ещё мой сотрудник, коллега? Пожалуйста, конечно. А если такое решение принимает работодатель, что на сегодняшний день очень приветствуется, пациенты, то есть сотрудники не отлучаются с работы. Если вот мы приезжаем на рабочее место, то это возможность организовать поток сотрудников для обследования. На это уходит порядка 20-30 минут. Сотрудник возвращается к рабочему месту. Он знает свои индивидуальные показатели здоровья. В случае выявления патологии тоже принимается необходимое решение. Оказывается, пациенту помощь. И, конечно, работодатель знает и принимает решения, направленные на сохранение здоровья сотрудников. Это и определенная лояльность со стороны сотрудников. И, конечно, формирование культуры на предприятии по формированию здорового образа жизни. Это очень важно. И, как правило, способствует, скажем так, профессиональному долголетию на данном предприятии. Ну, главный вопрос – стоимость всего этого обследования. Это всё бесплатно? Данная помощь оказывается в рамках государственных гарантий. То есть, если гражданин Российской Федерации, эта помощь оказывается бесплатна. Совершенно бесплатна. И как в индивидуальном порядке, так и в организованной коллективе. Что на сегодняшний день мы видим тренды. Работодатели стали более социально активны. И приглашают нас на свои предприятия. И для предприятий это тоже осуществляется в рамках государственных гарантий бесплатно. Как это наглядно происходит? Бригада приезжает, специальное какое-то помещение есть. Либо работодатель предоставляет помещение. Либо это какой-то мобильный автобус. Что это? У нас есть в наличии мобильные комплексы. И в случае отсутствия площадей, нам нужны лишь два небольших офисных кабинета для проводимой работы. Если говорить о проведении флюорографии, конечно, это комплексы. Специально оснащённые флюорографически. И мы выезжаем на предприятие и проводим флюорографическое обследование. Также мужской комплекс, да, у нас обследование и женский комплекс. Мы пригоняем. Они, конечно, требуют, скажем так, специальной парковки. А во всех остальных это очень несложно, но требует организационных мероприятий со стороны работодателя. Тогда всем удобно. И медицинским работникам. И, конечно, это очень удобно и полезно для пациентов, для сотрудников. Сотрудникам что нужно иметь при себе? Какие именно документы? Паспорт, полис, снис. Ну, стандартный. Стандартный набор для встречи с доктором. А если у работника в ходе обследования выявили заболевание, тоже, например, онкологию или туберкулёз, что делать? Такие случаи есть. И я бы хотела сказать о цифрах, о статистике. На тысячу осмотренных пять случаев онкологических заболеваний мы выявляем. Это онкология? Это всё то, что подтверждается затем врачами-онкологами. Это онкологические заболевания на ранних стадиях. Когда пациент не имел жалоб, заболевание никаким образом себя не проявляло. Это является находкой диагностической. Поэтому как раз профилактические мероприятия, они и дают возможность выявить заболевание на ранней стадии, оказать помощь и, конечно, сохранить жизнь пациенту. Все виды онкологических заболеваний можно найти? Это, по данным флюорографического обследования, это, конечно, лёгкие и патологии органов грудной клетки. А мужское и женское здоровье, это, конечно, у женщин рак молочной железы выявляется, рак шейки матки. У мужчин репродуктивных органов тоже не редкость. Как люди реагируют, когда находят то или иное заболевание? Конечно, является шоком, но большей частью пациенты очень благодарны за то, что вот так не было причин для обращения в поликлинику. А вот такая находка, конечно, на первом этапе это шокирует, но впоследствии, конечно, пациенты осознают, что выявив заболевание на этой стадии, на ранней стадии, он будет жить очень долго, и ему будет оказана помощь пациенты, конечно, потом очень благодарны. Им даётся какое-то направление куда-то? Мы открываем зелёный коридор, мы обращаемся к профильным специалистам, это бывают и врачи-эфтезиаторы, и, конечно, врачи-онкологи. Мы содействуем тому, чтобы помощь была достаточно оперативно оказана. Всклеск вызван чем? Причем онкологических заболеваниям это период пандемии, когда плановая помощь была приостановлена, когда пациенты не могли по понятным причинам обратиться к доктору. А на сегодняшний день мы видим увеличение данного показателя как раз с тем, что нам сейчас нужно наверстать всё то, что мы не могли делать на протяжении двух-трёх лет. Поэтому, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы пациенты, те, которые не были 2-3 года, они к нам обратились, они прошли профилактическое обследование и были уверены по результатам, что всё благополучно, они позаботились о своём здоровье, и на данном этапе никаких жизнеугрожающих заболеваний не выявлено. Это очень важно, что касается и злокачественных новообразований, и, конечно, туберкулёза. Помимо обследований, как таковых, вы проводите ещё лекции и тренинги. Вот к этой части работники, люди вообще как относятся? Да, это один из элементов нашей работы. Это образование населения. Первое – это научить основам здорового питания, потому что не все помнят и знают о том, что есть определённые законы здорового питания. И если их придерживаться, то, скажем так, здоровое питание – это шаг к долголетию и активной жизни. Второе – мы, конечно, к сожалению, граждане имеют вредные привычки. Прежде всего, это употребление табачных изделий. На сегодняшний день это электронные средства доставки никотина. И не все ещё знают о том, что курение – это приносит колоссальный вред, в некоторых ситуациях непоправимый. Мы разъясняем, насколько это вредно и какие последствия могут быть. И второе, конечно, мы даём те инструменты по отказу от курения. Как самостоятельно это можно сделать и какую помощь можно получить в случае, если высокая или средняя степень никотиновой зависимости. У нас есть службы, которые также оказывают данную помощь. Ну, реальную помощь вот эти тренинги и лекции несут? Люди действительно прислушиваются? Очень востребованы. У нас на вот этой рабочей неделе нет ни одного свободного дня. Бизнес, предприятия, скажем так, частной формы собственности очень заинтересованы в таких образовательных мероприятиях. От экспертов, от медицинских работников. Это очень серьёзное подспорье в формировании как раз вот культуры ведения здорового образа жизни на предприятии. Если я не сотрудник предприятия, если я самозанятый человек или студент, куда мне обращаться, куда мне идти, чтобы бесплатно проверить своё здоровье? К нам можно обратиться по телефону. Три шестёрки 750. Это город Барнаул. Мы находимся на улице Ползунова, 23. И в городе Бийске у нас также находится филиал. Это город Бийск, Короленко, 41, дропе 1. Туда также можно обратиться и получить медицинскую помощь. Ну, я знаю, что вы проводите такого рода мероприятия не только при организациях, но выезжаете в парки, да, там какие-то есть возможности. В парки, торговые центры. Вот расскажите о ближайших, может быть, мероприятиях подобных. Данная работа у нас проводится на регулярной основе. Два раза в месяц мы работаем на разных площадках, в торговых центрах, в парках особенно, когда погода позволяет это делать. И 8 апреля мы будем работать в парке Изумрудный, поэтому всех приглашаем пройти скрининговое обследование и провести с пользой для своего здоровья время. Это также займет 30-40 минут, правильно? 30-40 минут обследования занимает в целом. Спасибо за беседу. А я напоминаю, у нас в гостях была Татьяна Репкина, главный врач Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Будьте здоровы и до встречи!